Такие квитки якобы от единого городского центра обслуживания ЖКХ получили многие жители Владивостока. В них говорится об обязательной проверке счетчиков воды. Вот только действительно ли нужна эта проверка или просто кто-то хочет заработать на доверчивость горожан? На первый взгляд квитанция как настоящая. Написан телефон, по которому можно связаться с ЖКХ, номер уведомлений и даже штрих-код. Да и с информацией в квитке в принципе не поспоришь. Доводим до вашего сведения, что приборы учета воды, установленные в вашей квартире, имеют межповерочный интервал и нуждаются в метрологической поверке. Далее в извещении предлагается оставить заявку на проверку счетчика воды. Мы позвонили по указанному номеру телефона. Оператор нам ответил, что этой процедуре подвергаются не все приборы, а лишь те, у которых подошли сроки. Тем не менее, озвучил цену своих услуг. Смотрите, поверка производится в лаборатории с демонтажом самого прибора учета воды. То есть, стоимость поверки составляет полторы тысячи на поверку, плюс расходы на монтаж, демонтаж, допустим, материалы. Получается более двух тысяч рублей на поверку одного прибора. Первое, что смущает в ответе менеджера – озвученная сумма. Ведь, по сути, цена за проверку счетчика всего от 500 рублей. Настораживает и само предложение нового центра, потому что оно просто-напросто незаконное. Проводить поверку прибора учета уже установленного в Приморском крае имеет всего лишь одна организация – это Приморский ЦСМ. Это государственная лицензированная организация, которая может с выездом, может на месте у себя в лаборатории провести подобные исследования, и она дает государственного образца сертификат. Определенные правила есть и о опломбировке приборов учета. Например, такую процедуру со счетчиком на холодную воду может проводить только Примводоканал и управляющая компания конкретного дома, чтобы не была нарушена схема подключения, иначе показания прибора просто не будут учитываться. К слову, менеджеры новоявленного центра ЖКХ с сомнительными квитками иногда говорят, что у них заключен договор с водоканалом. Хотя это не так. Мы по поводу этой организации уже обращались в прокуратуру. Прокуратура занимается проверкой соответствующей. Но вот эти организации, то она единая городская, то она единая метрологическая служба, под разными названиями разбрасывают индивидуальную информацию на каждую квартиру. Правда, не все люди досконально разбираются в информации в приходящих квитанциях. В основном от поддельных извещений страдают пенсионеры. Ведь для многих из них, если есть слово ЖКХ, значит обмана быть не может. Между тем находятся и бдительные горожане. Одни звонили за разъяснением своей управляющей компании, другие просто решили не реагировать на подозрительный квиток. В доме почтовые ящики повредили и я увидала, что во многих вот этих вот ящиках пустых лежали в основном вот такие вот квитанции, которые предлагали установить счетчик или заменить счетчик. Я этим не воспользовалась, потому что я в управляющей компании ставила три года назад счетчик и замена у меня прошла до этих квитанций. К слову, единый центр ЖКХ с псевдоизвещениями предлагает и установку счетчика. Просит за это 2500 рублей, хотя прибор можно поставить и за 800. Сотрудники управляющих компаний советуют жителям по вопросам счетчиков и ликвитанций обращаться только к ним, чтобы не стать жертвой мошенников и лишний раз не переплатить. Ирина Макарецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.